Добрый день, друзья! Пришло два месяца с момента разрушения плотины Каховской ГЭС. Выброс примерно 10 кубических километров пресной воды в северо-западную акваторию Черного моря привел к падению уровня солености в три раза и составил в Одесском заливе 5 промилле, нарушив циклы развития и размножения морских обитателей. Например, крабы в слабосоленой воде размножаться не будут. Их спаливание происходит при солености воды выше 14 промилле. За два месяца штормы, холодные течения и нужные ветра вернули соленость воды побережья в норму. У крабов появилась возможность заняться любовью. Травяной краб обитает на мелководье. Треугольный панцирь зеленоватого оттенка в ширину составляет 8 сантиметров. Клешни короткие, сильные, могут болезненно ущипнуть. Перемещается краб очень быстро, развивая скорость до 1 метра в секунду. Спаривание наступает после линьки. Самец сбирается на самку сверху и защищает ее, пока она линяет. КОНЕЦ Самец выделяет и прикрепляет к ногам самки сперматофор, длинный мешочек в нерастворимой оболочке, после чего крабы расходятся. После спаривания самка откладывает яйца в ямки на морском дне. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ